Я живу в Чехии 8 лет. В 2011 году, 4 ноября, я приехал в Чехию, в Прагу. Я не выбрал Чехию, она меня выбрала. Просто случайность, случайно и обстоятельства. Получилось так, что с другом подали на визу и получил визу, и я здесь. Я поднимаю два флага и узбекский, потому что я родился, вырос там. И чешский, потому что Чехия мне дала то, что я сейчас имею на данный момент. У меня тренера в Чехии, я здесь на протяжении 8 лет живу. Я начал свою карьеру в Чехии. Из-за этого я уважение к этой стране, я поднимаю чешский флаг. Учился первый год в Go Study, потом уже переделал визу и здесь остался. Во-первых, это самая безопасная страна в Европе. Чехия меня покорила всем. Не знаю, просто у меня сейчас очень много предложений переехать и по Европе, и в Америку. Но Прага, Чехия, не знаю, что-то у нее есть такое, что в никакой стране и в никаком городе это не вижу. Находимся в MMA Monster. Это первый наш зал, но он был в другом месте, в центре. Сейчас мы переехали в более лучшие условия, потому что там стройка началась. Мой первый тренер Петер Монстр Книже, в честь него назван зал, MMA Monster. Здесь мы живем, обитаем, тренируемся и готовимся к очередному бою. Мой тренер, это для меня как чешский отец. Всем говорю это, потому что он меня воспитал, он мне помог. К нему кто попадает, на своих, своими ногами не уходит. Это шутка такая. Чуть-чуть мало, брат, чуть-чуть мало. Добавим-ка чуть-чуть. Первый раз, когда я в зал пришел, еще до этого был зал Новословакии. Мы сделали фотку, я так гордился. О, вот, уже в зале моя фотография появилась. И тренер сейчас, когда переезжали, говорит, я эту фотографию не могу оставить. Потому что я видел, как ты гордишься, что у меня были близкие в зале. А сколько лет тебе на эти фотки? Думаю, не думаю, 25. Вот 5-6 лет назад. Это уже здесь, да? Это уже здесь, когда уже начал тренировать людей. Тренировал, и меня повесили, как бы, вот, боец, тренер у нас. Там все тренера были. Но все в основном выкинули. И вот я говорю, что только мою фотографию оставил. Потому что тренер зовут. Я видел, как ты радился из-за этого. Ты помнишь свой самый первый зал, где ты занимался? Конечно, вот комната такая примерно была чуть больше. Ни воды, ни света, ни газа, ничего не было. Холодно. Крыша текла. Такой вот зал. Из-за этого, говорю, многие пишут, там вот у меня возможности. Нет, помоги мне, пишут. Не важно от возможности. Главное, хотя действительно. У меня тоже не было возможности. Мы жили в одной комнате в России, когда с братом работали. 12 человек в одной комнате. На базе, там тоже не было воды. В Томске минус 30 зимой. Под 40 иногда было тоже. В ведрах носили воду. Пока донесешь до базы, там уже лед. Вот. И мы поставили брусья, турник. Просто зависит все от желания. Если человек действительно хочет, он добьется. С 14-15 лет уже начал работать. Отец попал в автокатастрофу. И начали уже работать с братом. Школу как-то подзабросили. Но я закончил школу. Зарабатывать. Отец у меня более трех лет был в больнице. А у нас страховки, все такое не оплачивается. Нужно платить все самим. Продали квартиру. Это то. Как-то еле-еле собирали деньги. Платили. Потому что медикаменты очень дорогие. И 18-17 лет мы с братом уехали в Томск на заработки. После этого там работали на стройке. И всегда занимались спортом. Так получилось, что по спорту нам повезло. Мы устроились потом более на лучшую работу. В охрану. Там уже больше час времени было у нас проводить на тренировках. Ну и работать. И больше зарплату получали. И физически меньше работали. Потом уже начали участвовать в сореваниях. И просто была лучшая жизнь. После того я приехал в Узбекистан. Посмотрел, говорю, что-то нужно менять. Хотел всегда себя попробовать в Клеце. Но у нас не было такой возможности в Узбекистане. И в России тоже не было такой возможности. Не было такого уровня ММА в то время. И поступило предложение приехать в Чехию. С другом подали на визу. Приехал на учебу в Голстадии. Языковые курсы. Первый год учился там. А потом уже до сих пор я здесь. Они правильно собирают документы. Отправляют приглашения. Я думаю, с этой школы уже считаются. И знают то, что это за школа. И действительно там нужно учиться. После этого сбор документов подаешь в посольство. Если получаешь визу, приезжаешь, встречают. Мы жили в хостеле. Или пензион, кто как хочет назвать. Все позаботились. Уютно. Тепло. В Чехию очень сложно попасть. Единственный вариант это приобрести языковые курсы. А потом уже выбрать свою дорогу. Или будете учиться. Или тренироваться. Здесь очень много разговаривают людей по-русски. И стараются как бы если там местные. Ну 50 на 50. Кому-то это нравится, кому-то нет. Старался руками, ногами как-то жестами объяснять. Но я старался учить язык. Радио слушал. В школе что вот понравилось. Мне там по-русски с тобой не разговаривают вообще. Там как-то стараются намекнуть. Но по-русски не разговаривают. Это правильно. Думаю, если... Вот я на английском практически вообще не разговаривал. В школе там привет как дела только. Когда попал в Америку, когда уже там точно с вами по-русски не буду разговаривать. И когда с вами разговаривают на их языке, тогда вы уже просто хотите, не хотите, вы научитесь. Первые дни я сразу пошел бегать, тренироваться. Второй, третий день уже начал думать. Надо работать. Потому что я кое-какие деньги в долг занял на учебу. Потому что у меня не было средств купить учебу, полностью оплатить. И уже нужно было работать. Ничего не бывает легко. Но это и закалило мой характер. Я обычный парень из Бухары, который, не имея ничего, добился того, что я имею сейчас. Вчера, вчера вышел журнал в продажу. И будет целый месяц, целый вот март буквально. Сейчас пойдем купим и подарим моей первой учительнице. Там большое интервью с тобой? Интервью, да. Как, чего попал, как здесь начинал. И я первый в истории как бы там боец, который на главной страничке. Потому что до этого там были какие-то звезды, хоккей, футбол. Но с боевого спорта никого там не было. Они говорят «Узбек с чешским сердцем». Вот, они вот так меня называют. И из-за этого они гордятся, что я и флаг чешский поднимаю. Когда я дрался в Чехии или в Словакии, я поднимал всегда узбекский флаг. Потому что если я у себя дома дерусь здесь как бы в Чехии, но я дом считаю Узбекистан. Потому что я с Узбекистана, у меня паспорт узбекский. Многие говорят «А, вот у него чешский паспорт». У меня нет чешского паспорта и не буду его получать, потому что я спокойный. С узбекским паспортом. Два флага как получилось. Потому что я живу здесь на протяжении 8 лет. И у меня команда с Чехии. И просто я здесь живу. Это не уважение было бы к этой стране, если бы не поднимал этот флаг. У меня столько журналов, я даже просто не собираю. У меня мама постоянно. Моя мама собирает. И говорит «Отправляй, отправляй». Хоть она даже не понимает. «Отправляй, отправляй». Я говорю «Да, мам, я тебе все потом привезу». А с одной стороны, надо было бы, наверное, собирать. Потому что это как бы и детям сможешь показать. Потом на будущее это как бы классно. Пойдем пару. Чего-то меня спрятали так. Раз, два, три, четыре. Пойдем подарок подарю. Вам тоже подарок подарю. Полить-то останавливай. Можно с вами сфоткаться или просто вам руку пожать? Флойд Меймвейзера, как он на тебя вышел? Какой у вас был? Флойд на меня не выходил. Так случайно получилось. Он приезжал в качестве гостя на турнир. И у него работали мои охранники. После этого мы сидели в одной комнате. Там был организатор и еще пару гостей. Такие влиятельные люди. Но я знал, что я работал уже со звездами и не хотел как-то его беспокоить, за ним идти, фотографировать, попросить что-то. Я знаю, лучше таких людей лишний раз не просить. И этим, я думаю, он обратил на меня внимание, спросил у организатора, что это за парень сидит там один такой. У меня была футболка, филиплейн, лабутены с камнями, обувь. И это его стиль, он на меня так показал, и класс, я так смотрю, сзади меня вроде бы никто не сидит, это мне. Мне просто было интересно понять, что это за человек, потому что я следил за его карьерой, знал, кто он. Я думаю, мало кто не знает, кто он. Я организовал у ребят Роуз-ройсы, охранников и все удобства. Он говорит, вот этот парень, он такой молодой, он говорит, да, 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 и вот так начали общаться. Они говорят, а чем занимаешься, боями, не боями, и начали общаться с ним. Показал, показал свои бои. Он говорит, о, вы сумасшедшие в ММА, типа, я бы никогда в жизни в ММА не подрался, там, вообще у вас сложный вид спорта. И так пару слов перекидались, потом он говорит, а не хочешь в Москву с нами полететь? Я говорю, ну, мне два раза не надо предлагать, я взял билет и сразу полетел в Москву. После этого там провели пять дней, там что-то им помогал, как-то что-то там переводил. После этого он мне говорит, приезжаю в Вегас, и до сих пор мы вот так сильно хорошо дружим. Он мне советует и по спорту, и по бизнесу, что, как, зачем, почему, помогает мне. У нас очень теплые отношения, я очень рад, что у нас вот такие отношения, какие у нас есть. А он не предлагал тебе в Штаты переехать, советовал? Он до сих пор мне предлагает, когда я посещаю Соединенные Штаты, Вегас. Я постоянно живу у него, у него свои апартаменты. Он мне дает свои апартаменты, машину, все. Но мне не нравится жизнь в Америке, там неплохо, но, я как говорю, Прага есть Прага. Просто посмотрите, какая красота. Просто не знаю, в Праге что-то есть, то, что я влюбился. Расскажи про свою учительницу, что-то о ней может хорошего рассказать. Расскажу одно Паньяна, сейчас с ней сами познакомитесь и узнаете, какой она человек. Пойдемте. Расскажи. 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 Ты давно уже не виделись? Сколько? Семь лет. Ну, не бойся, мы сегодня проверять твой ческий не будем. Я вас буду проверять, как вы по-русски говорите, потому что когда я учился, мы не могли по-русски говорить, так что сегодня поговорим по-русски. Зачем же учиться ческий, если на русском разговаривать? Наверняка у тебя есть практика. Есть девушка ческая наверняка? Стараемся, работаем. Девушка, друзья, тренера Чехии. Развиваемся во всех аспектах. Супер. Ну и как вы познакомились? С девушкой? С социальной сети. Случайно получилось. Она написала, я написал. Мы где-то увиделись. И так начали общаться и встретились. И до этого дня мы вместе. И с разговором никаких проблем не было? Нет, я уже до этого уже хорошо разговаривал. Потому что всегда вокруг меня все по-русски разговаривали. Я сам старался по-русски чаще разговаривать. Надо больше разговаривать. Ну а если я правильно понимаю, у вас сейчас будет скоро ребенок? Да, будет ребенок, девочка. Как ты к этому готовишься? Готовиться? Не готовлюсь. Я всегда хотел у детей, семью, потому что это единственное, что после нас останется. А ты собираешься с ней разговаривать на чешском? Это и на русском, и на чешском, и на английском. Потому что я в свое время не учил английский. Возможности не было, и в школе не учили. Но сейчас мне английский нужен. Сейчас стараюсь больше учиться. Может, снова вернусь, если у вас английский есть. Давай приходи. Вот. Но чем больше языков ребенок знает, для него это понадобится в будущем. Сейчас мы в Go Study. Вот тут мой первый класс. Только парты были по-другому. Парты были таким образом. Я сидел там у окна всегда. Но если я правильно считаю, это будет уже 7-8 лет. 7-8 лет назад Махмуд закончил курс Go Study. И вы были его учите? Да. Да, я его учила. А каким он был учеником? Вы помните? Это было давно, но... Это было давно, но я помню, что большую часть его знаний его научила практика. Потому что он сразу начал общаться с чехами. Так что у него даже слованный запас был получше, чем у студентов, которые посещали только курс. Потому что он просто бегло разговаривал с чехами. Махмуд, да, у меня есть его инстаграм. Я смотрю на него. Я вижу, что у него очень хорошие отношения с людьми вокруг него. Да, смотрю. У меня есть, кроме него, еще одна девушка, которая тоже поет. И она сейчас становится известной. И как бы я, кроме этого, гожу с всеми своими учениками. Потому что они умнички все. И как часто удается выбраться домой на родину? Люблю путешествовать, но, к сожалению, мало времени. Стараемся чаще быть дома. Но... Два-три раза в год. Очень много проектов. У меня там тоже есть команда. Легион Клуб Мурадов. Сейчас вот развиваемся. Ребята и в Чехию сейчас вот. Да, у нас сейчас, в тот же день, когда я подписывал контракт в UFC, в тот же день ассоциация приняла решение, и наше государство приняло решение. Что ММА у нас легализуют. И в этот же день два события. Первый узбек в UFC и легализовали ММА. Это большой шаг. Может быть, чаще буду сейчас посещать Узбекистан. Потому что, как я говорю, то, что развивается в нашей стране спорт. И я могу как-то содействовать, посодействовать, помочь в развитии. Будем там и турниры устраивать. Но жить, переезжать куда-то, нет. Меня здесь все устраивает. Здесь моя команда. Здесь у меня жена, ребенок сейчас. Дай бог, будет. Так что, пока мне здесь хорошо. Ты считаешь себя счастливым в Чехии? Я – да. Потому что мои родители счастливы, здоровы. Я занимаюсь любимым делом. У меня есть любящий человек. И я жду потомка. Это все, что я хотел. 2019 год – самый лучший год в моей жизни и в моей карьере. Потому что я каждый день просыпался. Я всегда благодарю Всевышнего за то, что у меня есть. И хотел всегда быть в UFC. Просто это история. Она просто вписалась и ее не стереть уже. Я первый боец из Узбекистана. И это для меня многое значит. Потому что я долго к этому шел. Главное – могу позаботиться о своих родителях. Дать им все, что они хотят. А главное – они живы, здоровы, счастливы и гордятся мной. Остальное все в руках Всевышнего, а в руках наших. Если я буду дальше продолжать работать, тренироваться, пахать – будем побеждать. Не жалеешь, что приехал сюда, в Прагу? Ни о чем никогда не сожалел. Не жалел своей жизни. А насчет Праги, я думаю, это самый лучший выбор в моей жизни и шаг. Я не знал, куда еду. Не знаю, почему именно Прага. Просто хотел выступать по FMA. Хотел показать узбекский флаг поднять на мировых аренах. И у меня это получилось. Я думаю, это только начало. Раньше, когда у меня не было ничего, я жил здесь внизу с ребятами. Я бегал. В 6 утра приходил после работы. Работал на почте. И бегал и смотрел. У каждого свои проблемы. Наверное, у кого-то еще хуже, чем у меня. И не было ни секунды того, чтобы я сожалел и говорил, почему я, зачем я здесь. Я выбрал. Значит, это так суждено было. Ребят, это не реклама. Я сам прошел этим. Гул стадии мне помогли, позаботились. И советую вам тоже. Многие говорят, если бы не занимался смешанными единоборствами, чем бы занимался. Отвечу, смешанными единоборствами. Потому что не вижу себя вне спорта. Спорт мне очень сильно помог в моей жизни, в моей карьере. Спорт – это моя жизнь. У